Привет, я Маша, и сегодня я снимаю свой ролик в таком непривычном ракурсе, потому что на моем основном стеллаже сейчас с раздрайтом очень много дыр каких-то на полках. Дело в том, что я приобрела вот этот вот небольшой маленький новый стеллажик, переставила сюда какие-то книги, а на основном стеллаже уборку не делала. Поэтому там сейчас творится что попало, и снимать на этом фоне я, к сожалению, пока не могу. Поэтому вот сижу на фоне своего новенького стеллажа и стеллажа, который вообще-то не мой. Здесь стоят не мои книги, но я думаю, нам это не помешает. Тем более, тема сегодняшнего ролика это как раз мои книжные покупки, книжные подарки, и я наконец-то займу ими те самые пустоты, которые образовались у меня после приобретения нового стеллажа. Книг на самом деле очень много. Я посмотрела, что я не снимала покупки с августа, и не сказать, чтобы я очень много покупала, но в октябре у меня был день рождения, поэтому я, как обычно, от своих прекрасных друзей получила очень много книг. Итак, давайте наконец-то начнем сначала с моих покупок. Антон Павлович Чехов «Дачное удовольствие» — это сборник рассказов, где действия так или иначе происходят на даче. Например, вот открыла первый попавшийся рассказ «Лишние люди», и здесь прям сразу начинается. «Седьмой час июньского вечера от полустанка Хилкова к дачному поселку плетется толпа только что вышедших из поезда дачников. Все больше отцы семей с нагруженной кульками, портфелями и женскими картонками». Я очень люблю вот такое вот дачное летнее чтение. Я люблю рассказы Чехова, правда, не читала их, ну, очень давно. Но и у меня план на эту книгу читать ее в следующем году летом на даче. Я надеюсь, у меня будет такая шикарная возможность, поэтому пока эту книгу не читаю. Куплена просто впрок. Не думаю, что, конечно, она пропадет к следующему лету из продажи, но, знаете, почему бы не взять сейчас. Дальше. «Мариша Пессл. Некоторые вопросы теории катастроф». Я у Мариши Пессл очень давно читала два других ее романа. Это «Ночное кино» и «Проснись в никогда». По мне, это очень интересная современная писательница. И вот эта книга у меня определенно есть в электронке. И я не планировала покупать бумажный экземпляр. Но после того, как я прочитала «Террор» Дэна Симмонса вот в таком вот покетбуке, тоже довольно толстеньком, мне почему-то так понравился этот формат. Для меня это очень какое-то уютное чтение. Не могу передать свою любовь к покетбукам. Я, конечно, и твердые обложки люблю. Но пока эта книга окончательно не пропала из продажи, я решила ее купить. Здесь очень мелкий шрифт, но на самом деле меня это не особо смущает. И почему еще я решила взять бумажное издание? Потому что здесь очень много сносок в конце. Я люблю, когда сноски именно в конце книги, не внизу. Почему-то сноски внизу меня по большей части раздражают, особенно когда их очень много. Если там за 10 страниц встретятся сноски две, ну это еще куда не шло. И в электронной книге тоже, конечно, можно переключаться на сноски, но это не так удобно. О чем вообще книга? Это книга о якобы какой-то очень эрудированной девушке. Вот здесь в аннотации написано, что она эрудирована и в области литературы, и философии, и науки. И может наизусть продекламировать число Пи до 65-го знака после запятой. И она объехала с отцом-профессором огромное количество городов по всей стране. Но в 16 лет жизнь ее необратимо изменится вследствие неких драматических событий. Не знаю, почему я так долго обходила стороной эту книгу. Я также подумала, что если она у меня будет в бумажном виде, я, наверное, все-таки прочитаю ее быстрее. Вот. Такое вот приобретение. Дальше. Две книги. Прекрасной Екатерины Бакуниной. Роман «Тело» я уже прочитала. Можно найти ее в одном из моих последних прочитанных. Это очень такая тонкая книга, но она, вот видите, по формату такая, как большая тетрадочка. Это эмигрантская проза первой волны. И здесь у нас рассуждение лирической героини. Вообще о жизни женщины. О жизни женщины вне дома. Об отношениях с мужем. О каких-то любовных историях. Довольно болезненная книга. Очень честная. Не всем она понравится. Это автофикшн, но здесь нужно все-таки, я говорила об этом своем прочитанном, здесь нужно делать скидку на то, что автофикшн — это не всегда какая-то автобиография. То есть писательница вкладывает какую-то часть в себя, но ее героиня все-таки не равно сама писательница. В общем, роман мне очень понравился. Это определенно лучшая года. И, конечно же, я купила вторую книгу Екатерину Бакуниной. Она уже более такая, скажем так, объемная. Формат все тот же. «Любовь к шестерым». Здесь, если честно, нет какой-то аннотации, что конкретно здесь происходит. Но написано, что этот роман продолжает тему романа «Тело». И это тоже такая вот эмигрантская проза. Мне просто очень интересно. Я поняла, что, наверное, все, что издадут от Екатерины Бакуниной, я прочитаю, кроме, наверное, поэзии. Я все жду того момента, когда я наконец-то приду к поэзии, когда мне вообще хотя бы станет это интересно. Но пока вот так вот, тем не менее, прозаические произведения Екатерины Бакуниной — это мое стопроцентное «Да». «Сад против времени» Оливии Лэнг я не смогла пройти мимо этой книги. Хотя у Оливии Лэнг я читала только «Одинокий город». И не то, чтобы я как-то очень сильно интересовалась садами. Но в последнее время, возможно, это связано с возрастом, меня начинает привлекать вся эта тема с растениями, садами. Мне сейчас как-то нравится даже больше ходить куда-то на природу, в ботанические сады. В общем, видимо, куда-то тянет уже к земле, к чему-то такому вечному. И здесь у нас, как я понимаю, это эссе. Во время пандемии британская писательница и эссеистка Оливия Лэнг покупает старый дом с садом в Сафолке. Работа по восстановлению клумб, ремонту построек и обрезке деревьев не только успокаивает, но и дает пищу для размышлений, поталкивая Оливию к изучению садов в связи с историей и культурой. Мне очень интересно такое почитать. И вообще издание от Отмаргенем я люблю. Здесь еще вот такие вот замечательные форзацы, такого лимонно-зеленоватого оттенка. И знаете что? Шок! Здесь есть выравнивание по ширине и нормальные поля. Несмотря на то, что я люблю слегка сумасшедшую верстку, которая делает Отмаргенем, в этой книге они все-таки постарались и сделали что-то такое суперклассическое. И, кстати, здесь в этой книге нет абсолютно никаких иллюстраций, но я так думаю, наверное, они здесь и не планировались. Не знаю, когда я дойду до этой книги, но тема мне очень интересна. Дальше. Республика счастья Ито Агавы. Это продолжение концтоваров Цубаки. И здесь, конечно, есть аннотация, но, прочитав ее, я себе какие-то моменты... Ну, не то чтобы заспойлерила, господи, какое сложное слово. Но, наверное, кто-то посчитает это за спойлеры. В общем, если вы не знаете, концтовары Цубаки — это такая очень уютная, милая книжка о японской девушке, которая владеет такой профессией, как юхицу. Это даже не профессия, это, наверное, какое-то особое мастерство. Юхицу — это девушка, которая занимается написанием писем и открыток по различным поводам. Японцы, они вообще полны каких-то ритуалов. Япония — это другая планета. И у них очень до сих пор распространено вот это вот написание писем по каким-либо разным поводам. И вот наша главная героиня, по-моему, ее зовут Хатака, если мне не изменяет память, она занимается таким вот ремеслом. И вот это продолжение. Очень уютный, неспешный, неторопливый мир, поэтому, конечно же, я не могла ограничиться только первой книгой. Дальше что у нас здесь? Опять «Палеандрия Ноуэйдж». Извините, некоторые книги будут в пленке, потому что у меня какой-то странный подход. Я какие-то книги распечатываю, а какие-то нет. Не могу это объяснить. Это «Бездна святого Себастьяна» Марка Хабера, и это очень привлекательная для меня тема. Дело в том, что здесь два художественных критика посвятили большую часть своей жизни изучению одной картины. Это как раз «Бездна святого Себастьяна» нидерландского живописца XVI века Хуга Бекенбаура. И одержимость этим полотном стала для них как наградой, так и наказанием. Картина пронесла им профессиональное признание, но также и послужила причиной размолвки, расстроившей их некогда крепкую дружбу. В общем, безумно привлекательная для меня тема, и книжка небольшая. А так как книжка небольшая, она у меня будет лежать непрочитанной, наверное, 10 лет. Я, конечно, шучу, но надеюсь, что смогу прочитать ее побыстрее. Это сборник критических статей и эссе Марселя Пруста, в котором он спорит с известным критиком Сент-Бёвом. Дело в том, что Сент-Бёв исповедовал биографический подход к оцениванию и анализу произведений, а Марсель Пруст настаивал, что, наверное, все-таки произведение нужно оценивать в общем. То есть то, что хотел сказать автор, если будем говорить такими категориями, написано в самом произведении. И неважно, знаком ты с самим автором, знаешь ли ты его подход, его какие-то взгляды, убеждения. В общем, очень интересно мне это эссе почитать. Надеюсь, я надолго его откладывать не буду. И еще одна книга от Маргенем — это «Солнечный цирк» Гюстава Кана. Не могла пройти мимо этой книги, потому что Гюстав Канн — это французский поэт-символист, художественный критик и литературовед. «Мир, предстающий в романе «Солнечный цирк» — это уже не театр, это цирк, в котором все может быть истинным и ложным, бутафорским и реальным, смешанным и трагичным. На фоне этого абсурдного мира неизменным остается лишь поэт, одинокий, безумный, любящий и понимающий красоту и несовершенство». Довольно интересна мне эта книга, потому что ее так любопытно презентовали, и мне очень нравится вот это вот оформление. Я не знаю, конечно, как вам. И опять же, толщина книги. Вообще, я обожаю просто тонкие книги, но почему-то чаще всего рука у меня тянется к толстым книгам. В последнее время я начинаю как-то через себя перешагивать. Возможно, просто у меня толстых книг уже становится меньше, все меньше и меньше. И тоже надеюсь, что не буду надолго откладывать. Опять же, книга в пленке. Не хочу пока распечатывать, пусть лежит нетронутая пока в таком вот прекрасном виде. Дальше. «Карлос Руис Сафон. Город из пара». Это продолжение цикла «Кладбище забытых книг», но это уже сборник рассказов. В прошлом году я прочитала последний большой роман из цикла «Кладбище забытых книг». Это был «Лабиринт призраков». И дочитывала эту книгу я уже с неким разочарованием. Мне не очень понравился этот роман. Но почему-то после моего путешествия в Барселону я как-то вдохновилась читать авторов, которые пишут о Барселоне, даже не об Испании. Мы же все понимаем, что Каталония, она стоит особняком. И решила вернуться все-таки к этому циклу, тем более это сборник рассказов. Опять же, здесь всего, здесь даже 200 страниц нет, 188 страниц. Это вообще что такое? И вот здесь в аннотации написано, что сборник рассказов был задуман как знак признательности многочисленным фанатам цикла, жаждущим вновь погрузиться в полюбившуюся им атмосферу печальной романтики и старинных улочек Барселоны. И, к счастью, Карлс Руиз Сафон успел сделать читателям этот прощальный подарок. Дело в том, что Карлс Руиз Сафон несколько лет назад ушел от нас, к большому сожалению. Но, тем не менее, он успел написать для фанатов цикла такой вот сборник. Поэтому, конечно же, я не могла пройти мимо. У меня весь цикл в бумаге и решила, так сказать, пятую часть тоже приобрести в бумажном виде. Так, у меня тут все сыпется. Дальше три прекрасные книжки. Это Надежда Теффи и это три сборника, не сборника, точнее, три такие книги от издательства «Проспект». Во-первых, это авантюрный роман, малюсенькая книжка. То ли роман, то ли повесть, не могу сказать. Я уже эту книгу прочитала, рассказывала о ней в прочитанном. Если вкратце, это история о девушке, которая эмигрировала в Париж. Она уже не сказать, что была очень какая-то юная и молодая, но вот ее душа томится. У нее есть нормальная работа, она работает в доме мод, но вот хочется ей, знаете, каких-то приключений. И вот она эти приключения находит в виде одного загадочного молодого человека. И здесь действие разворачивается по всем канонам, знаете, таких вот авантюрных книг. Довольно любопытная книга. Мне писали, что кто-то уже по моему совету ее купил и прочитал, и им не понравилось. Но мои советы, они не универсальны, наверное, как у многих других блогеров. Но я почему-то осталась от этой книги в восторге. Хотя я вижу, что здесь определенно есть какие-то минусы. Это не самая веселая книга Тэффи, но при этом ее чувство юмора, искрометное, неповторимое, но на страницах этой повести также присутствует. Очень мне понравилась книга, и несмотря ни на что, наверное, даже в лучшие годы у меня войдет. Дальше следующие две книги. Это «Парижские зимы». А это уже такая книжка побольше. И в этой книге Надежда Тэффи будет рассказывать о своих знакомствах с какими-то очень известными ее современниками. У меня часть этих рассказов, маленькая часть, есть в другом сборнике. Но вот здесь я посмотрела оглавление и понимаю, что, наверное, круг этих рассказов и воспоминаний Тэффи был гораздо шире. Здесь вот есть, например, распоминания о Распутине. Интересно. Аркадия Верченко, Борисе Пантелеймонове, Мир Хольде, Мережковских, Зинаиде Гиппиус, Илье Репине, Федоре Сологубе и многих других. В общем, тоже мне эта тема интересна. И еще одна книга. Это «Уходит от меня моя земля». Здесь, насколько я понимаю, тоже не самая веселая должна быть история. Это книга о бегстве Тэффи из России во время гражданской войны. И здесь написано, что подхваченные волной страха люди не осознавали, что не просто бегут от опасности, но прощаются с Родиной. Кто-то на долгие годы, иные навсегда. Честно непревзятый рассказ писателя великолепно передает атмосферу и настроение тех трагических дней, а также дает возможность увидеть картину глазами бегущих, понять их страхи, надежды и мотивы. Опять же, я очень люблю Надежду Тэффи, поэтому планирую прочитать у нее максимальное количество произведений. Следующую книгу тоже можно отнести к эмигрантской прозе, но только в более таком ироническом ключе. Это «Курорт» Антона Секисова. Книга тоже мною прочитана, потому что я ходила на встречу с писателем, взяла у него автограф и просто не смогла этот роман откладывать надолго. Это история о 37-летнем журналисте Мити, который вынужденно переезжает в Грузию, в маленький приморский городок, и вынужден он там зарабатывать себе на жизнь. Довольно унизительным делом он ведет в соцсети одной вебкам-модели. И, в общем, мы будем наблюдать за жизнью Мити, как он мечется вот в этом вот безвремени, в этом лимбе, за другими релакантами-мигрантами. И если вы думаете, что это будет какое-то нытье, то я спешу вас разубедить, потому что Антон Секисов пишет очень иронично по всей этой ситуации. Он не пытается нам какое-то свое видение протолкнуть. Книга мне очень понравилась, и я прям рекомендую, если интересуетесь нашей современной прозой. Дальше, опять у меня тут издательство от Маргене, это «Магия тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха сквозь время Флориан Ильяс». Я вообще так ждала, так ждала эту книгу, но при этом у меня еще до сих пор не прочитана «Любовь в эпоху ненависти» Флориана Ильяса. Я, как обычно, думала, вот сейчас куплю, а месяцок она у меня полежит, и я ее прочитаю. До сих пор не прочитана. Но я, конечно же, не могла пройти мимо новинки, потому что эпопея Ильяса про 1913 год мне очень понравилась. И в этой работе Флориан Ильяс решил рассказать нам про картины одного из самых известных немецких художников, Каспаре Давиде Фридрихе, и здесь написано, что Каспар Давид Фридрих столь же противоречив, как и написанные им картины. Флориан Ильяс продолжает традицию, заданную его предыдущими работами, и проводит читателей по закоулкам истории, сталкивает эпохи и личности, внешнюю хронику и частную жизнь, чтобы создать портрет художника, путешествующего по временам и эпохам. И, кстати, в отличие от книги Оливии Лэнг, здесь есть иллюстрации, причем даже цветные. Их здесь, ну не сказать, чтобы много, но тем не менее, они встречаются, и это приятно. Каспар Давид Фридрих, очень интересный художник. Он такой, знаете, по-моему, если я ничего не путаю, он принадлежит к направлению символизма. Ну, я прочитаю эту книгу и узнаю информацию еще больше об этом художнике. И какие-то картины я видела вживую. Особенно мне запомнилась картина, которую я видела как-то на выставке в музее Марматан-Мане в Париже. Там была выставка работ, посвященная картинам, на которых есть солнце. Очень красивейшая просто выставка. И мне запомнилась одна картина как раз Каспара Давида Фридриха, которая называется, по-моему, то ли во время Пасхи, то ли на Пасху. В общем, я вставлю картинку, красивейшая картина. Я купила себе закладку с этим изображением и довольно часто беру ее, когда читаю какие-то книги. И, наверное, вот Флориан Ильяс не будет исключением. Мимо следующей книги я тоже не могла пройти, потому что про нее очень любопытно рассказывала Юля с канала «Ежик в книжном тумане». Это «Каза торопится в лес» Эльзы Гильдиной. Это какая-то очень любопытная история про 90-е. Здесь у нас Леся по прозвищу Татарка учится в пищевом, сочиняет роман про Фрейлину и дворцовые интриги и зачитывается Бальзаком. Она прячется в книгах от реальности, в которой ее мать сидит в тюрьме, отец отсутствует, а две ее бабушки, Люська и Хаятка, с удовольствием навели бы друг на друга порчу. Но, пытаясь разглядеть в обычной жизни книжные сюжеты, Люся против своей воли оказывается втянутой в опасную историю. Это у нас издательство «Дом историй». И я рада, что они все-таки решили издавать русскоязычных авторов. Но здесь, конечно, верстка. Вот это просто, я не знаю, какой здесь двойной интервал, наверное, даже не полуторный. Посмотрите на это вот расстояние между словами, между буквами. Я не помню, как это правильно называется. Но почему-то мне захотелось почитать эту книгу именно в бумаге. Ничего не могу с собой поделать. Я все-таки поймала себя на мысли, что, наверное, мне, как бы я не хотела верить в другое, но я люблю иногда почитать про нашу вот эту вот российскую хтонь, какие-то подъезды, про каких-то алкашей, про какие-то странные семьи, где кто-то сидит в тюрьме. Вот это вот все наше понятное. Даже если у меня в жизни, допустим, этого не было. Спасибо моему счастливому детству. Все равно как-то мне вот интересно к такому прикоснуться, такое почитать. И я доверяю вкусу Юлии в современной русскоязычной прозе, поэтому решила приобрести. Ну, а, ну еще, конечно же, отдельно скажу, что обложка, на мой взгляд, это шедевр. И я не знаю, как вы, но я просто в восторге. И мне нравится такая вот слегка сумасшедшая рисовка, поэтому вот, мимо пройти никак было нельзя. Дальше две книги от прекрасного импринта Магистраль. Вообще, наверное, это издательство, но вообще издательство-то это Эксмо, поэтому давайте я назову это импринтом. Очень люблю Магистраль. Я не знаю, мне кажется, я... Если бы у меня была какая-то вот большая прям библиотека, я бы, наверное, просто все книги не глядя бы оттуда покупала, потому что у них, правда, очень классный вот, как это назвать, кейс, наверное, да, тех книг, что они издают. Это какая-то суперклассическая классика, это современная уже литература, и мне безумно приятно, что они начали издавать балканских авторов. И вот здесь у меня Гаран Петрович, «Осада церкви Святого Спаса». У нее еще очень красивые обрезы, книжка, просто какой-то уютный пирожочек. Несмотря на то, что она довольно плохо... Ну, как сказать, нормально она открывается, обложки с клапанами, все, как я люблю. Здесь вот это вот все выпуклое, с каким-то рельефом. Прекрасно, замечательно все это выглядит. И это не первая книга Гарана Петровича, которую я буду читать. И, если честно, не то чтобы у меня были какие-то завышенные ожидания, но мне прям интересно. Здесь у нас повествование растекается по всей истории Европы. Коварство легендарного слепца, венецианского дожа Дондола, захват крестоносцами Константинополя, судьба двух сербских королей, Драгутина и Мелутина. В романе есть даже свой воланд, человек с ушеной тыквой, из которой высыпается тьма. Вам еще не захотело взять, почитать эту книгу? Мне очень. И, кстати, здесь, на удивление, аж 400 страниц, представляете? Потому что обычно все мои предыдущие покупки, это какая-то просто мелочь. Там, по-моему, даже во многих нет 300 страниц. В общем, я надеюсь, что, опять же, не буду откладывать слишком надолго. Ну и, не отходя слишком долго от импринта «Магистраль», Милород Павич, «Внутренняя сторона ветра», роман о Гера и Леандре. Леандре. Это у нас очень интересная книга, потому что она перевертыш. Вот. А здесь у нас розовая сторона. Это что у нас? Это история о Гера. И вот эта вот голубая сторона, это история о Леандре. И здесь тоже красивый обрез. И если здесь у нас аннотация, давайте прочитаем. Это книга-первертыш, которую можно начинать с любого конца. Интересно. Я как раз думала, с какой же стороны мне лучше начать. Гера и Леандр – это внутренняя и внешняя сторона ветра. Героев разделяют столетия, но они чувствуют, или лучше сказать, предчувствуют друг друга сквозь века. Между ними через полотно времени протянулись тонкие нити, которые читатель может попробовать найти и связать воедино. В общем, это тот самый известный магический реализм Павича. И, если честно, наверное, читать аннотации его книг даже в чем-то бесполезно. У меня же на полках накопилось какое-то количество непрочитанных книг Милорада Павича. И, слава богу, я хотя бы прочитала ящик для письменных принадлежностей и поняла, что, наверное, нам с этим автором по пути. Поэтому мимо этой книги тоже пройти было никак нельзя. Осталось всего три книги, которые я купила себе сама. Первая из них – это «Практическая магия» Элис Хоффман. Вот в этом вот бюджетном издании Pocketbook я купила его на Авито. Не знаю, почему мне вообще в принципе нравятся Pocketbook, в том числе и с шрифтом. Не могу объяснить. Если вы когда-нибудь имели дело с этими книгами, вы видели, что у них такой своеобразный шрифт, и мне он очень нравится. Также мне нравится даже вот эта кинообложка с прекрасной Николь Кинман. И вообще я этой книгой загорелась, увидев ее у одной девочки в нашем книжном чате. И почему-то так мне ее захотелось. Дело, конечно, было под Хэллоуин. И пока я эту книгу дождалась, уже наступил конец ноября. Но я думаю, что следующей осенью, потому что сейчас все-таки еще осень, но она уже заканчивается, и в мои книжные планы до конца ноября уже не впишется, потому что сегодня у нас уже 23 число. 200 с лишним лет, чтобы не приключилось, в городе вину валили на женщин семейства Оуэнс. Может, причиной тому был их странный дом-особняк с пыльной мебелью, скрипучими лестницами, племенем черных котов и летучими мышами на крыше, или же неординарные способности, которые открываются на 13-й день рождения у каждой женщины их рода. Поговаривают, что Оуэнсы практикуют любовную магию, а в их холодильнике можно найти приворотное зелье, ингредиенты которого они выращивают в своем саду. Ведьмы по соседству, вот о чем шепчутся окружающие. В наше время на кострах их уже не жгут, но и без этого им живется не сладко, особенно, когда в них кто-то влюбляется. Насколько я понимаю, это такая больше, наверное, любовная история про ведьм, что-то такое, на мой взгляд, очень хэллоуинское, в том числе даже по обложке, наверное, поэтому мне нравится эта серия. Я, честно вам скажу, обожаю атмосферу Хэллоуина, поняла, что она мне намного ближе, намного милее, чем атмосфера нового года, чем вообще что-либо еще, поэтому, наверное, отложу эту книгу на следующую осень, очень меня, пока, во всяком случае, этот роман интересует. Дальше. Дорогой, прекрасный и любимый Марсель Пруст и его четвертая часть эпопеи «В поисках утраченного времени», «Содом и Гаморре», в переводе Елены Баевской. Наконец-то дождались. И большое спасибо издательству «Азбука», во-первых, за то, что здесь обложку рисовал не искусственный интеллект, а они использовали фрагмент картины Тулузла трека, а во-вторых, я в том числе хочу поздравить это издательство с тем, что на обложке серии «Большие книги» вернулся тот самый Лен. Та самая шершавость, за которую очень многие любят эти книги. Они не глянцевые и не матовые и вообще такие довольно добротные. И вот это самое покрытие Лен, оно очень сильно помогает книге защитить. Я, вам честно скажу, я держалась и у меня нет ни одной книги из серии «Большие книги» без как раз вот этого льняного оформления. Все, что выходило в матовых обложках, я не покупала. Я как будто чувствовала. Но что сказать о самой книге? Если вы следите за моим каналом, вы знаете, что я этим летом уже прочитала Саном и Гамору в переводе любимого и осталась в восторге по-прежнему от этого цикла. Но я все равно буду собирать перевод Баевской, потому что я сто процентов однозначно буду перечитывать в поисках утраченного времени, потому что это как это сто процентов моя литература. Мне так уютно с этими книгами. Там есть все, что я люблю. Бесконечные какие-то описания и размышления, какой-то занимательный юмор, вообще какие-то исторические даже справки, исторические личности. Понюхать книгу это вообще святое. Не знаю пока как записать эту книгу в прочитанной или не прочитанной, но в любом случае эта книга будет у меня, даже если я буду избавляться от всей своей библиотеки, Марсель Пруст точно останется в числе тех немногих, кто продолжит этот жизненный путь вместе со мной. Ну и последняя купленная мною книга, я ее забрала буквально позавчера и уже вчера начала ее читать. Это Сьон Темнотвари. Если честно, у меня было немного времени на чтение, поэтому я остановилась всего вот на 37 странице, но не смогла надолго откладывать, потому что как-то вот знаете, мне захотелось в моменте купить книгу и сразу ее прочитать. Про что здесь вообще идет речь? Здесь очень сложная аннотация, поэтому я вам ее по памяти точно не воспроизведу. 1635 год. Исландия это все еще средневековый мир, где правят суеверие, нищета и жестокость. Ученые пытаются разгадать секреты единорогов, обыкновенные люди втайне поклоняются Деве Марии. По земле ходят мертвецы, а неугодные книги могут легко отправиться в костер. В таком мире живет Йоунас Паульмансон, поэт, целитель и ученый, осужденный на изгнание за еретические учения и распри с местными властями. И здесь дальше еще очень-очень длинная аннотация, и самое, пожалуй, интересное здесь предложение это то, что на этой земле по-прежнему можно встретить немало чудес, в этих водах водятся настоящие чудовища, а власть темнотварей как никогда близка, и Йоунас ждет еще немало сюрпризов на его тернистом пути. Я уже сказала, что начала читать эту книгу, и здесь есть предисловие переводчицы этого романа, переводчицы здесь у нас Ольга Маркелова, и вот здесь она пишет, что этот самый Йоунас Пальмансон, у него есть реальный прототип, сейчас попытаюсь найти его имя, как звали этого исландского ученого, это естествоиспытатель, медик и поэт Йоун, так, сейчас надо набраться какой-то смелости, Гюдмунсон по прозвищу ученый, он жил с 1574 по 1658 год, и несмотря на то, что я начала читать эту книгу, пока ничего особо непонятно, слог довольно сложный, в книге также встречаются какие-то заметки самого вот этого реально существующего естествоиспытателя, и нужно прямо в эту книгу погрузиться, и это чтение довольно непростое, хотя книга сама по себе небольшая. Теперь переходим к моим подаркам на день рождения, и мне подарили просто шикарные книги. Подарки от моих книжных друзей, во-первых, это Елена Костюкович «Еда. Итальянское счастье». Я очень давно смотрела на эту книгу у своих друзей, у других блогеров, и не понимала, пока нужна мне эта книга или нет, но, наверное, поняла, что с большой долей вероятности это должно быть что-то для меня интересное. Дело в том, что здесь написано, что это вроде как и не путеводитель по Италии, и при этом не сборник рецептов. Эта книга скорее энциклопедия итальянской жизни, в которой история, география, искусство и политика описаны через отношение к еде как культурной составляющей. Мне такое очень интересно, мне нравится вообще тема еды, нравится изучать, что едят в той или иной части нашего мира, и книга издана просто превосходно, это какое-то очередное переиздание, здесь даже два лиссе имеется, она такого немножко узкого формата, из-за чего ее очень удобно держать. Здесь прекрасная бумага, это у нас издательство ОГИ, по-моему, да, и здесь даже есть вот такая вот разворачивающаяся карта Италии. вы знаете, что я франкофонка, франкофилка, но вообще могу сказать, что, наверное, Европа, западная Европа особенно, ну и только западная, это вообще мой большой интерес, и в том числе естественно Италия, потому что это великолепная страна, несмотря на то, что я еще толку в ней не была, кроме Венеции. Издано это все великолепно, не знаю вообще, когда я позволю себе взяться за эту книгу, наверное, это должна быть какая-то такая прикроватная история, чтобы просто взять ее и читать. Ну вот, пожалуйста, посмотрите на вот эти вот дороги в Тоскане, да, как вообще можно жить, зная, что где-то такое существует и не повидать это своими глазами. В общем, прекрасная книга здесь, такая вот, как будто бумажная обложка слегка рельефная, тканевый корешок, два лисе, как я уже упомянула, великолепный подарок, потрясающая книга, что еще могу сказать, она у меня, кстати, переедет абсолютно точно на этот стеллаж. Еще одна книга, которая переедет на этот стеллаж, и вот даже вот здесь для нее я специально оставила место, это Венеция история воды и суши. Это книга от издательства Слово, и не знаю, почему-то в моменте я так ее захотела что-то побольше узнать о Венеции, хотя, опять же, я не очень люблю читать книги об истории, то есть, честно вам скажу, мне историю читать прям очень скучно, поэтому максимум исторических книг, которые я могу прочитать, это вот Флориан Ильяс, когда какие-то еще приколы, когда это все в каком-то вот таком вот не совсем длинном, занудном ключе. Я надеюсь, что эта книга будет не занудная, она издана великолепно, но это издательство Слово, поэтому другого не ожидалось. Здесь и фотографии, и гравюры, и рисунки, про качество бумаги я даже говорить не буду, издательство Слово, это в принципе само по себе знак качества, и как и многие их книги, вот эти вот красивейшие про какие-то города и страны, здесь вот эта суперобложка, ну, во-первых, вот здесь, да, вот этот вот узор дворца дожий угадывается, а сама суперобложка, она превращается в карту. Сейчас я вам это продемонстрирую. Посмотрите, какая красотища невозможная. Что это вообще у нас за карта? Это карта Адриатического моря времен 1688 года составил ее Винченцо Мария Коронелли. В своей новой книге известный итальянский писатель и журналист Александра Марзо Маньо рассказывает об истории Венеции от первых поселений на островах Лагуны до образования могущественного государства, занимавшего обширные пространства на море и на суше и далее до падения светлеющей республики и превращения Венеции в тот желанный для всех туристов мира романтичный город на воде, каким мы ее знаем сегодня. Перед читателем оживают события давно минувшим дней и люди, составившие славу этого уникального в своем роде города и государства. Ну, посмотрим. надеюсь, я прочитаю эту книгу не 86 лет, а чуть-чуть пораньше. Дальше подарки, снова Тэффи, забытая Тэффи, насколько я понимаю, точнее, здесь об этом написано, это ранее не издававшиеся фильетоны Тэффи. Вообще, как-то я забросила свое чтение Тэффи, надо ее читать поактивнее. И здесь у нас дореволюционные даже фильетоны, то есть это какое-то раннее творчество, здесь еще есть предисловие, и вообще, кстати, это одна из первых, наверное, книг альпины проза в моей коллекции, да, представляете, вот так вот. И я просто в восторге от того, как это издано, какая здесь приятная бумага, какая-то такая кремовая и очень красивый шрифт. Просто обожаю, а надеюсь, что в следующем году возьму читать эту книгу обязательно. И еще одна книга от издательства Альпина Проза, это Парадокс Тиссея Анны Баснер. Здесь безумно притягательная аннотация, и честно, у меня теплится надежда, что я смогу эту книгу взять в декабре, но ничего не обещаю. Но, тем не менее, не хочется ее надолго откладывать. Петербург, парадные фасады, скрытые строительными сетками, увеченные колонны, соднящие обвалы штукатурки. Желтый, грязный и величественный город зримо обращается в пыль. Группа самосбродных партизан-реставраторов берется нелегально восстановить бальный зал в заброшенном особняке, а чтобы привлечь деньги, проводят дерзкую художественную акцию. Но что останется от них самих после этого? Город, пространство выбора, где люди узнают себе цену и лишь некоторые получают шанс на спасение. И здесь еще написано, что этот роман гимн человеку деятельному, человеку неравнодушному, неожиданный и необходимый сейчас текст о мощи одиночки и о неизбежной отзывчивости мира даже на самое малое действие. Я очень люблю Петербург, очень люблю старый Петербург. И вопреки тому, что довольно часто записывают в минусы этого города, что он ветшает, в общем, за ним не ухаживает, вот тут бы его подделать. Да, конечно, реставрация это прекрасно, но мне, наверное, какой-то вот этот его декаданс, несколько такая упадническая его атмосфера, его очарование мне очень нравится. И это очень интересная для меня тема. Здесь, кстати, уже другая бумага, не такая, как в Тэффи. И, опять же, очень мне интересно почитать. Мне вообще нравятся романы о Петербурге, нравится современная русскоязычная оплоза, поэтому очень рада, что мне подарили эту книгу. Сейчас я вам покажу подарки от Юлии с канала «Ежик в книжном тумане». Юля завалила меня просто шикарными книгами. Юля, спасибо тебе еще раз огромное. Я, наверное, сама бы какие-то книги лучше бы выбрать и не могла. И, во-первых, сейчас будет забавная ситуация, Юля прислала мне роман Антона Секисова «Комната Вагинова». Уже один роман Секисова был в этом видео. Но так получилось, что до этого буквально вот за месяц я сама себе купила эту книгу, не могла пройти, во-первых, и Юля очень хорошо отзывалась об этом романе. И вообще я как-то загорелась этой темой. Здесь опять же у нас Петербург. Как написано в аннотации, «Комната Вагинова сочетает в себе мистический триллер и черную комедию. Действия ее разворачиваются в петербургской коммуналке. Молодой филолог Сеня решает заселиться в квартиру на набережной канала Грибоедова, в ту самую, где жил писатель Константин Вагинов, чтобы написать его биографию. Соседями его оказываются весьма странные персонажи. Полубезумный одинокий поэт, девушка, ведущая блог про своего енота, итальянец-алкоголик и отрешенный любитель античной философии. А за дверью одной из комнат кто-то насильно удерживает девушку. Удастся ли ей освободиться?» Опять же, петербургский текст, очень много хороших отзывов. Антон Секисов определенно сейчас очень популярен и у меня две книги и так как я уже говорила, что я попала на встречу с писателем, на одной из этих книг я поставила также автограф. Как вы видите, не именной. Дело в том, что я хочу разыграть эту книгу среди вас. И, наверное, в конце этого видео будут условия, что необходимо сделать, поэтому вы получите естественно книгу с автографом. Самое главное я не сказала. Это, кстати, мой экземпляр, а вот этот тот самый, который мне прислала Юля, его я и буду читать. В общем, если вы хотите выиграть книжку с автографом автора, то в конце этого видео будут все условия. Дальше, еще один петербургский текст, это «Вера Сорока «Питерские монстры». Это роман в рассказах. Я, если честно, сама загорелась читать эту книгу и даже добавила ее себе на сервисе строки в аудио формате, но очень рада, что у меня теперь есть эта книга в бумажном виде. Это тоже «Альпино Проза», но уже мягкая обложка. Кстати, Антон Секисов, это тоже «Альпино Проза». В общем, «Альпино» вырывается на моей книжной полке. И здесь у нас написано, что «Питерские монстры» это сказка для взрослых. Это история о друзьях, живущих в Петербурге и изредка кто-то держит магазин неизданных, а иногда и недописанных книг, кто-то знаком со всеми каменными львами, а кто-то древний монстр, способный защитить от дождя. Почти все монстры Петербурга внешне неотличимы от людей, впрочем, как и в обычной жизни. В этой истории много приключений, тайн, любви, юмора и легенд, рассказанных самим городом. Еще одна нераспечатанная книга, которую я экономлю, чтобы снять эту пленку, почувствовать этот запах новой книги. Опять же, очень привлекательная для меня история. Еще одна книга, которую подарила мне Юля, это «Дневники русской женщины Елизаветы Дьяконовой». Юля сама очень привлекательно рассказала об этой книге, и если бы она мне ее не подарила, она бы все равно появилась у меня на полках. Очень вкусно пахнет. Елизавета Дьяконова представительница прогрессивного русского купечества конца XIX века. И она стремилась учиться, то есть она ходила на какие-то курсы, и она даже смогла поехать в Париж учиться в Сорбонну. К сожалению, она прожила недолгую жизнь, но всю эту жизнь она вела вот эти самые дневники. И здесь написано, что в дневниках русской женщины, которую она вела с 11 лет и до самой смерти, отразилась целая эпоха семейные отношения, учеба, проблемы женского высшего образования, жизнь молодежи и студенчества 1890-х годов, личные переживания, портреты друзей и формирование женского движения. Переживания и трудности на пути взросления, описанные Дьяконовой, остаются близкими читателям даже спустя столетия. Безумно привлекательная книга, она, кстати, довольно объемная. Ну, понятно, это дневники, которые велись всю, пусть и не самую продолжительную жизнь. Здесь почти 750 страниц. Великолепная книга, очень рада тоже получить ее от Юли. Еще один подарок и снова русская эмиграция в Париже. Вот это вся тема, которая меня интересует. Собственно, книга так и называется. Автор ее Хелен Рапопорт. И это та самая тема, которая меня очень привлекает. Это те самые эмигранты первой волны, которые приехали в Париж и смогли там как-то прославиться, как-то обустроить там свою жизнь. Также здесь в аннотации есть очень интересная фраза. Страдающие от нищеты потомственные князья и прославленные генералы стали таксистами рабочими на заводах Ситроена и Рено, а то и вовсе дворниками и мойщиками посуды, а их жены моделями и швеями. Редкие эмигранты вливались во французское общество, одни закончили жизнь в нищете, а другие пали жертвой чекистских вербовок. Вот, кстати, по поводу того, что очень многие русские аристократы были вынуждены работать на каких-то заводах, я об этом читала в книге Марии Троицкой «Парижская архитектура». Там были целые поселения из русских каких-то князей, которые действительно ходили на работу обычными работягами, причем они ходили на работу при параде, знаете, в галстуках, с иголочкой одетой, в общем, очень интересная для меня тема, опять же, книжку пока не распечатывала. Я, кстати, сама эту книгу постоянно в корзину то клала, то ее оттуда опять удаляла, но в итоге рада, что она наконец-то смогла найти путь, чтобы прийти в мой дом. И еще один подарок от Юли, неожиданный, я ничего об этой книге не слышала, это «Аромат изгнания» «Андин Хаят», и здесь история про парфюмерию, еще одна моя излюбленная тема. Талин выросла с бабушкой, которая с детства обучала ее «Ароматов», а после смерти завещала парфюмерную компанию и загадочный конверт. Следуя инструкциям из него, девушка обнаруживает три тетради, в которых рассказывается история ее прабабушки, пережившей геноцид армян. Записи в дневниках охватывают более 50 лет. Раскрывая старые тайны своей семьи, Талин надеется наконец освободиться от кошмаров, которые преследуют ее даже в 21 веке. В общем, такая вот какая-то должна быть семейная история с какими-то трагедиями, возвращение в прошлое, какая-то жизнь в будущем, ну и, конечно же, тема парфюмерии. Очень мне интересная. Также я получила две прекрасные книги в подарок от Маши с канала Blackbirds Books. И, честно, это одни из, наверное, самых желанных книг. Маша мне сказала, что она боялась, что я сама себе куплю, сама себе эти книги куплю, но я пока не успела. И одна из них, опять же, уже упомянутый нами Вагенов, только на этот раз, это книга самого Константина Вагенова «Козлиная песнь». Маша сама очень хорошо отзывалась об этом романе, он ей очень понравился. Это, опять же, очень петербургский текст. И, насколько я поняла из рассказов Маши, здесь у нас будет история, вот, знаете, на стыке революции, когда то ли Петербург, то ли Петроград, непонятно, как этот город воспринимать, город здесь отдельный герой, и я тоже это очень ценю, это мое стопроцентное книжное «да». И вот здесь в аннотации написано, что герои романов загадочного Константина Вагенова немного нелепые, почти карикатурные эскаписты, которые предпочитали восторгаться древнеримскими стихами, прячась за статуями в летнем саду или коллекционировать бессмысленные артефакты, чужие характеры, сны, ругательства и фантики. Хватались за любую бытовую мелочь, лишь бы улизнуть отпугающей действительности. И, кстати, в этой малюсенькой книжке она по своему формату такая немного небольшая. Видите, вот это обычная книга, козлиная песня, она такая малышка. И здесь также не одно произведение Константина Вагенова, здесь кроме козлиной песни еще есть роман Труды и дни Свистанова и роман Гарпаганиана. Вот, представляете, целых три романа на такую книжку 570 страниц. Ну, в общем, я очень рада, что у меня есть это издание. И вообще вот эта вот серия, она как раз посвящена петербургским текстам. И в оформлении обложек используются части фасадов реально существующих в Петербурге домов. И вот здесь написано, что здесь у нас элемент фасада особняков на улице Мичуринской, бывшей второй улице Деревенской Бедмуты в Санкт-Петербурге. Очень привлекательная для меня книга. Не знаю, когда я возьму за ее чтение. У меня есть эта книга в одном списке, пока не буду говорить в каком. И, в общем, посмотрим, как там все с этим списком сложится, но надеюсь, что надолго откладывать не буду. И еще один подарок от Маши. Это любимейший, обожаемый мною Александр Соболев и его новинка «Сонет с неправильной рифмовкой». Это сборник рассказов. Спасибо издательству Ивана Лимбаха, что они продолжают издавать Александра Соболева. Жалко, что они не перездают его предыдущие книги, но как есть. В общем, новинка. К сожалению, небольшая по объему. Сколько тут страниц? Страниц 350. Здесь еще открытка от Маши с прекрасными вот этими вот узорами от Вильяма Морриса. Замечательно выглядит. Я ее оставлю в этой книге. Во всяком случае, пока. Александр Соболев это современный писатель. Он сам является филологом. Он изучает литературу, поэзию Серебряного века, что, конечно же, отражается на его романах. Я просто обожаю его произведение «Тень за правым плечом». Это такой большой роман, очень специфический, очень красиво написанный. А вот здесь у нас как раз его рассказы. Сборник состоит из 14 рассказов по числу сонетных строк. Заглавие каждого представляет собой стихотворную цитату. Некоторые взяты из классических стихов Фета, Анинского или Блока. Каждое стихотворение источников резонирует с текстом соответствующего рассказа. Рассказы рифмуются между собой, действия разворачиваются современности. Герои расследуют преступления, читают стихи, ищут сокровища, мучаются ревностью, сочиняют музыку, испытывают фобии разной природы, ездят на велосипеде, ловят рыбу и пытаются скрыться от укоров собственной совести. Но в каждом из рассказов происходит та или иная трансформация реальности или героя. Ну, это, как говорится, мимо этого я пройти вообще не могла. И очень рада, что Маша подарила мне эту книгу, и я ее обязательно с удовольствием буду читать. С моими новыми книгами мы закончили, и давайте теперь наконец-то поговорим о том, как получить экземпляр комнаты Вагинова Антона Секисова с его автографом. А внизу будет ссылка на мой книжный телеграм-канал. Вообще у меня два телеграм-канала. Один такой, не то чтобы я веду его, пишу там какие-то рецензии, что-то важное, но он такой больше организационный, он именно больше про книги. И еще у меня есть также личный телеграм-канал. Это что-то вроде ленты социальной сети с картинками. Я там и про косметику пишу, и про парфюмерию, и просто моя повседневная жизнь. В общем, на него ссылка тоже будет внизу. Но розыгрыш будет проводиться именно в книжном телеграм-канале. В день этого выхода я опубликую соответствующий пост, он будет в закрепе, где вам нужно будет просто написать какой-то свой комментарий, из которого я пойму, что вы участвуете в этом розыгрыше, и я вам там присвою соответствующий номерок. И дальше просто где-то, наверное, через неделю я в рандомайзере, в программе рандомайзера выберу победителя и пришлю ему эту книгу. Наверное, розыгрыш у нас будет проводиться только по России, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент. В общем, если хотите выиграть комнату Вагинова с автографом автора, вот таким вот, еще раз вам его покажу, то переходите в мой телеграм-канал. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я еще раз вам напоминаю, что у меня есть канал на Бусти, если вам вдруг мало моих видео на Ютубе и вы хотите меня поддержать, то, пожалуйста, подписывайтесь, там уже больше года я снимаю какие-то влоги, какие-то другие форматы, в общем, там уже есть что посмотреть. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, скоро мы с вами увидимся снова, всем пока!